Сначала район, теперь город, затем область и, если повезет, республика. В стенах Бобруйского медицинского колледжа молодые новаторы презентовали свои инновационные проекты. Здесь все, начиная от перспективных идей на бумаге до вполне реальных прототипов. Ребята подают заявки в районные комитеты, в Ленинский и Первомайский. Они проходят районный этап, потом переходят в городской этап. Лучшие из лучших поедут на область Могилев, защищать наш город. Павел Шевцов на выставке представил тренажер «Юный спасатель» для детей дошкольного возраста, чтобы самые маленькие могли с интересом познавать окружающий мир и в игровой форме изучать основу безопасности. Над проектом 17-летний Паша трудился две недели, а педагоги Центра дополнительного образования детей и молодежи ему с удовольствием в этом помогали. Данный экспонат победил на всех этапах конкурса «МЧС глазами детей», в том числе и на «Республиканском». Везде занял первые места. А вот мастера производственного обучения строительного колледжа Сергей Семенков и Вячеслав Наумкин представили совсем не детскую конструкцию. Пресс для переработки вторсырья в отопительные брикеты требует некоторых сил и терпения. Отходы производства помещаются в специальные цилиндры, заливаются водой, прессуются и сохнут несколько дней. После готовые брикеты можно использовать для протапливания помещения. Саму конструкцию разработали еще в прошлом году для участия в республиканском конкурсе научно-технического творчества. Идея пришла спонтанно. Устали вывозить опилки. Много пилим древесины, и опилки постоянно у нас скапливаются, скапливаются, девать их некуда. Никто не забирает, приходится куда-то их увозить. Пришла такая вот идея, чтобы это все дело перерабатывать и пускать уже в ход именно топливные брикеты. Именно эти две разработки выбрал экспертный совет для демонстрации на областном этапе конкурса, который пройдет в декабре. Всех участников наградили дипломами и вручили памятные презенты. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360.